Все, запись пошла. Добрый вечер, Александр Алиев. Вот, Умас Нарайович, о встрече сегодня. Привет, привет. Как картина поживает у Анастасии? Картина я так и поставил, так она и стоит. Но я, наверное, ее уже немножечко приберегу, уберу, спрячу там, чтобы никто больше не видел. Другую поставлю в следующий раз. Другую. У меня же такие хорошие картины. О них смотришь, мне многие говорят. Глаза здесь такие, смотришь, живые. Живые прям, да. Кто пообщается с Анастасией, поймет. Ну, поймется, да, поймет. Да, только это надо, когда только общаешься, живут, только тогда понимаешь, а не когда там, как кого-то слышишь. Это самое главное. И ресурсы. И вот, из первых вопросов, которые я хотел задать, вот, Хазыть, пожалуйста, Хасай, Магомедович, ваша история, биография, маленькая. Сколько вы, какие книги у вас есть, сколько выпустили, сколько миллионов тиражов и так далее. Ой, я много книг выпустил. 20 книг, наверное, я бы выпустил уже. Все, каждую книгу писал 5 лет. 5 лет каждую книгу выпускаешь. Ну, дело в том, что там есть книги, которые, ну, с 90-го года еще «Молодая гвардия» выпускала. «Молодая гвардия» — это солидное издательство. Это еще в Советском Союзе было. Да, это был массовый тираж. Сколько было? Массовый тираж, как это сказать, сколько было? Ну, все читали, все могли читать. Ну, там 200 тысяч, 300 тысяч, потом переиздавали, потом где-то она вышла еще и в Венгрии, кто-то ее переиздал. Ну, короче говоря, много. Более 10 миллионов, да? Где-то так. Я не знаю, я же не ходил по ним, не читал. Просто ее еще второй раз переиздали, другое издательство уже переиздало. Вот, сейчас скажу, «Звонница», по-моему. Ага. Ну, много-много, много-много. Много, да? А вот. Ну, эту книгу «Ключ себе», она же потом многократно уже была и озвучена, и в интернете я ее видел сам. Кто озвучивал, даже понятия не имея. А кто у вас, а кто вот из ваших, вот так, можно сказать, из влиятельных личностей, которые проходили здесь? Чуть громче скажи, я не расскажу. Кто, кто вашу методику «Ключ» проходил? Вот так, из влиятельных, или кто-то, вот, или госутверждения какие-то? Да нет, ну, вообще, кто проходил методику? Да, кто применял методику «Ключ»? Ну, это же миллионы людей, ну, то что? Ну, примерно, примерно. Ну, я же, ну, извини меня. А вот покажите фотографию, которая у вас сзади. А ты вот этого не знаешь, ты молодой, я тебе сейчас скажу, ты молодой. Что, актера? Да-да-да, покажите хотя бы, кто проходил у вас методику «Ключ». Кто мог порекомендовать. А вот я сзади вижу фотографию около машины. А, это Армен Джигарханян, мой друг. Да, а покажите ее поближе, чтобы еще раз увидели мы все. Нам все равно интересно это. Это все равно, эта же история. Чтобы люди понимали, что участники, то, что простые люди у вас не проходили. Видишь, что здесь написано «Опора, Отечество». Видишь, написано там. И для ка-ка, конечно, плохо, я говорю. А это просто такой большой том, там не только я. Вот, покажите поближе. А в каких фильмах снимался актер? Армен Джигарханян? Да. Но я даже не знаю, в каких фильмах он не снимался. Ага. Пусть даже у него спросят отзыв, да? А что дает методика «Ключ»? Слушай, не надо ни у кого спрашивать отзывы. Не надо, да? Нет, это давно известный в мире. Ну, какие отзывы там могут. А перчатка какая-то там, я вижу, стеклянная. Ну, это мне Поветкин, боксер Поветкин подарил. Угу. Угу. У меня же два брата, старший и младший, оба боксеры. Ага. Да. И младший Поветкин боксер мне подарил, когда был у меня в Центре защиты от стресса. И мы даже с ним собирались сделать курс для молодежи, научить их устойчивость к стрессу, понимаешь? Не обязательно, чтобы боксером занимались, но он бы там тоже провел бы пару занятий, как он, как он настраивается к бою там. Я бы рассказал свои там методические приемы, как настроиться боксеру к бою. А можно ее в марафоне рассказать? Да можно, конечно. Да. Так. А мне не только... А покажите, перчатка можете показать, чтобы... У меня проходили парусники, у меня проходили фехтовальщики и обучение. Ага. Сборная ЦСКА России по фехтовальному спорту. Мой друг Володя Назлымов был главным ЦСКА по фехтованию. Ага. Ну, чемпион мира там, олимпийский. Ну, короче говоря, у меня проходили очень много. Недавно даже золотой медаль получил, да? Молодой парень. Да не одеть. Слушай, этих золотых медалей много получил. Вот. У меня очень много, я поэтому не люблю никого спрашивать, дайте отзыв. Да. Как-то не солидно, у меня другой уровень. Да. Так, а какой... У меня терпионы учились, и учились и психологи, и учились и психологи МЧС, и журналисты, которые улетали на войну. Ага. Ну, короче, много у меня проходило обучения, да. Вот. Я другой вопрос задам. Такой некорректный вопрос, но она такое все равно имеет существо. Ну, а почему люди, участники должны будут пройти методику, то есть, какую она даст полезность им для жизни? Для жизни? Да. Когда человек пытается решить какой-то вопрос, любой, от бытового вопроса, на создание изобретения или выступление на лекции, ну, любой вопрос. У него появляется напряжение. Это нормально, потому что без напряжения не включаются ресурсы. Угу. Это нормально. Но когда это напряжение такое высокое, высокое, оно иногда его блокирует. И ему надо это напряжение отрегулировать. Угу. Ключ помогает научиться человеку регулировать собственное напряжение, очень быстро научиться. Угу. Да, буквально несколько занятий, и человек научается регулировать свое напряжение. А вот в течение, да, а вот в течение трех недель, какие они могут испытать, какие хотя бы улучшения, результаты, какие были у вас, сам короткие, необыкновенные истории, прям, то, что люди прям сказали, и... Ну, пусть они напишут, что они хотят во время, во время этого... Запрос, да? Что они хотят... Конечно, пусть вопросы, а то мы объявили там похудение, ну, пожалуйста. Да? Ну, пожалуйста, кто хочет открыть свои творческие способности, о которых даже не подозревал, пожалуйста. Да, участники еще написывают вопросы, которые хотят разобрать. Да, 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 да. Вот это очень важный элемент. А вот у меня такой из главных вопросов, это мое самое любимое предназначение, это, да, какой самый, какой был момент, самый главный в жизни, где вас вообще тронуло, и то, что прям у людей, прям, когда он применил методику ключ, человек вообще поменялся на лицо. Это где был, такие вот, необыкновенные результаты? Ну, необыкновенные результаты... Прямо вы плакали от того, что вот такой, вы видите, более видно у человека в силе. Слушай, дело в том, что я же много выступал по телевидению. Да. У меня Александр Любимов, известный журналист, прямо мостик сделал, прямо на телекамерах. И Листьев, и Листьев еще был живой. Он говорит, слушай, как это получилось у тебя? А Александр Любимов говорил, а я боюсь мостик сделать. А я ему показал прием, он сделал прием и сразу сделал мостик, потому что этот прием помогает страх снять перед чем-то. Ну, это был, конечно, такой памятный случай, когда не договаривались. Просто я пришел в программу «Взгляд», меня пригласили, и он мне сказал, а можете что-нибудь такое сделать, показать, чтобы все увидели? Я говорю, а что вы хотите? Я говорю, ну, сделайте мостик. Он говорит, я же боюсь мостик сделать, я же боюсь мостик. Я говорю, а вы прием это сделаете и сделаете. И он говорит, как это так? Да, сделал прием, он сам сделал прием и сделал мостик. И все удивились, и вся страна тогда удивилась, потому что это же было центральное телевидение. Да. Программа «Взгляд» очень популярная была. Я помню, я помню такую. Потом же я еще на ТВ выступал, я выступал еще на многих программах, а потом я еще вел постоянно, как в течение пяти лет, программу «Помоги себе сам». С моим другом большим, с Анатолием Алексеевым, это вообще потрясающий человек, да. Если он увидит наше видео, я ему передаю привет. Я тоже, я тоже передаю. Не видел? Передаю привет. А мы с ним вместе ввели эту программу. С меня, кстати, она и началась. Ух ты. С метода ключа началась программа «Помоги себе сам». Да, 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 да. Если даже вернуться в историю, там можно увидеть. Поэтому я на вопрос, а сколько людей применяет метод ключ, не могу, потому что это миллионы людей это знают. Просто они знают частями. Потому что я в это время совершенствовал метод, понимаешь? Совершенствовал. Да. Да, и вот самые последние достижения, они же не видели, которые смотрели телепередачи. У нас даже в парламентской газете уроки шли. Уроки. Там мой друг Володченко, известный журналист. Валерий Володченко, известнейший журналист. Печатал мои уроки в парламентской газете. В Госдуме, в Госдуме России. Кто читал там парламентскую газету, мог по этим урокам. А еще знаешь кто? Кто? Помнишь газету «Совершенно секретно»? О, это моя самая любимая была. О, я поздно любил ее читать. Там же тоже мои уроки шли, ты не представляешь. Там тоже мои уроки шли. Я вообще для всей страны давал принципы, правила и простейшие приемы, чтобы люди могли научиться регулировать свое стрессовое состояние. Убирать и выходить на состояние равновесия, чтобы они могли легче думать, легче соображать, принимать решения в трудных ситуациях, делать правильный выбор. То есть, короче говоря, чтобы у них интуиция развивалась. Да, да, да. Очень. У нас сегодня очень такое интересное интервью было перед марафоновским, да? Ну, конечно. Ну, пусть напишут вопросы, какие они там хотят на марафоне. Практику мы пока не будем показывать, потому что у нас и так записи очень хорошо затернились. Конечно. Да. Мы в другом ролике запишем. Там какой-нибудь... Я хочу именно... Я буду сейчас говорить, какие мы, например, вопросы будем разбирать. У меня вот эта тема интересна была. Раздвоение и соединение. Как ты елки-балки. У меня вот это интересно. Мне это надо понять. Потому что я ее... Когда я на себе испытываю, вот такие будем темы записывать. Я тебе хочу сказать, у нас очень много психологов хороших. И у нас очень много психотерапевтов хороших. И у нас очень много педагогов хороших. У нас даже в педагоге физкультуры, педагоге вообще... Педагоге в университетах, школах. И очень много среди них, которые знают метод ключ. Да, да. Все, 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 все будь с нами. Почему, например, педагогу это важно? Хочешь, я тебе скажу? Давайте. Во-первых, чтобы самому быть в хорошей форме, когда ты ведешь преподавание. Чтобы находить, во-вторых, момент контакта, нормального общения даже с проблемным собеседником. Даже с проблемным учеником. Это первое. Во-вторых, психологический климат на уроке создавать правильно. То есть для многих-многих вопросов это помогает. Я даже еще, я чуть наперед убегаю. Мы будем такие даже ролики записывать, как ученикам готовиться к ЕГЭ. Перед выступлением, перед араторским выступлением. Как маленькие. Вот у меня сейчас девочка на скайпе была. Вот сейчас ко мне девочка на скайпе была. А у нее вчера было соревнование. Она третье место заняла. Ого, поздравляю. Ну я ее поздравил. Я говорю, ну теперь будем двигаться дальше. Она редко ко мне выходит на скайп. Мы иногда ей, ну даю ей советы. И вот я ей сегодня как раз подсказал. Упражнение у нас же лыжники есть. Лыжа. Я сказал, ты делай вот это лыжник. Руки вот так бросай вниз, пятки поднимай. Она 10 секунд сделала. А теперь я сказал, теперь делай наоборот. Руки поднимай, пятки поднимай. Она сделала. А теперь я говорю, чуть-чуть пригнись и делай так, как будто ты с горы катишься. Она так сделала. А теперь выбери, какой из этих трех вариантов одного и того же упражнения тебе больше подошел. Она говорит, когда руки бросай и пятки поднимай. Я говорю, во, мы тебе примерку сделали. Теперь ты будешь этот прием теперь использовать. Она говорит, я уже делаю и шалтай-балтай, и ключевой стресс-тресс. А теперь уже у тебя есть, говорю, и третий прием. И так вот она через недельку ко мне опять выйдет, там на несколько минут. Мы четвертый прием. И вот таким образом можно на марафоне всем подбирать приемы. И они, когда сознательно это будут делать, хотя бы под несколько минут в день, они потом почувствуют, что они овладели собой в лучшей степени, чем это было раньше. Чем это было раньше. Это будет потрясающе. Давай, до встречи. Все, благодарю, Хасан. Благодарю.